Хе-хе-хей, с вами Чигадай в Music School, и сегодня я хотел бы поговорить с вами о том, как я гармонизую мелодию, о чём я думаю, когда сочиняю, и вообще порассуждать на тему творчества и инспирации. Мне кажется, что это очень любопытное будет видео, поэтому усаживайтесь поудобнее, оно будет долгим и, надеюсь, очень интересным. Итак, за основу я возьму мелодию Ольги Дубровой, которая участвовала в конкурсе моего телеграм-канала Чигадай в Music Channel, кстати, подписывайтесь, всё самое интересное именно там. Конкурс включался в простом, написать мелодию без гармонии, без аккомпанемента, одна строчка, и, вы знаете, из 30 мелодий, которые мне прислали, вот это мне очень приглянулось, и лакмусовой бумажкой послужило то, что я её сыграл, она очень мелодичная, сразу же мне в голове начали прорисовываться картинки, я начал фантазировать, и я понял, что она свинговая, она джазовая, что мне, в принципе, очень-очень и понравилось. Я начал её гармонизовывать, и процесс затянулся так, что я импровизировал час, и не заметил, как этот час вообще прошёл. Так вот, давайте я сначала сыграю эту саму мелодию, и дальше вы посмотрите, о чём я думаю, какие аккорды беру, почему я их беру, в какой факторе, в каком изложении, и вообще мы порассуждаем на очень классные темы. про эмоции, ощущения, теорию, гармонию, всякие пласты, уровни, и всё то, о чём я думаю во время творчества. Субтитры создавал DimaTorzok Мне кажется, это прекрасно. Что получилось у меня? Давайте я сыграю, и потом я расскажу, о чём я думал, когда подписывал эти гармонии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, давайте начнём с самого начала, часть А. Мы можем начать с тоники. Слышно, что это ре минор. Окей. Предположим, это у нас ре минор. Дальше я написал Си-бемоль, Соль и Ля. Очень простая мелодия и очень простой аккомпанемент, именно цифровка. Проще некуда. Но важно не что вы играете, а как вы играете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас вот задумываюсь, а почему бы не сделать ля мажор в четвертом такте не на первую долю, а на вторую. Мы тогда избежим прямолинейности и будет такая синкопа. Раз, два, три, на вторую долю. Как это будет? Слушайте, давайте посмотрим. Неплохо. Потом я это все дело повторяю, конечно же, но за последним разом вот здесь вот в пятом такте я перегармонизовываю ляшечку на си полумешенной. Здесь я играю ми септ. И здесь suspended, A, suspended. Получается, что даже вот это я играю за вторым разом ляшечку. У нас сначала идет очень простой материал для восприятия. Запоминающийся. Это трехдольность. Все здорово. Видите, я здесь не играю доминанту. Из-за этого повисает такой вопрос в воздухе. Controversial question. Вопрос, который не требует ответа. Все, миражи, роса, капель. Какое-нибудь поле и материя, не знаю, какое-нибудь красивое одеяло сушится. И ветер его ласкает. Сразу же у меня рисуются образы. Из-за того, что я рефлексирую и на тему, и на гармонии. И то, как я гармонизую эту тему. Все что ожидают? Конечно же. Потому что мы привыкли к этому. А нет. А нет. Удивление. И тот самый вопрос. Все что ожидают? Опять же, ре минор. Но нет. Мелодия развивается. И она идет дальше. Здесь я беру ре мажор на басу-фа-диес. Ре мажорный секст-аккорд. Но не обычный секст-аккорд. А с четвертой ступени. То есть. Ре. И можно написать. Эд. Добавленная одиннадцатая ступень. На басу-фа-диез. Ре мажор-со-соль. Ре-фа-де-со-ля. На басу-фа-деез. Без четвертой ступени это бы звучало так. Думаю, что довольно пресно. А вот с четвертой ступенью. Звучит пряно, необычно. За счет вот этой вот секунды через октаву. Фа-диез-соль. Здесь я беру соль-минор. Такой тоже пряный до-диез. Дальше материал повторяется. Но из-за си-бекара мы вынуждены опять идти в какой-то мажор. Я вот слышу снова ре. Но на басу ля. Опять же, соль-минор, который разрешается в полумешенный соль. Потом соль-минор. Соль-минор. Эф. Си-бемоль-септ. Квартный квинтовый круг. Который нарушается. Минус девять. То же самое. Минус девять. И вот здесь вот я зависаю. И вот эти вот нотки с позволения автора выкидываю. И очень хочется продлить вот эту вот историю, остановившись на и флэт-мейджер-севен. Конечно же, плюс одиннадцать. Почему в букве Б вот здесь вот я выбрал именно эти гармонии? Фа-диез в басу у нас идет в соль. Потом соль идет в ля. Волшебный соль-мажор с плюс одиннадцать с высокой четвертой тире одиннадцатой ступени. Очень плавно двигается бас от соль к фа. Потом квартоквинтовая история. Должна была быть доминанта, но ее не беру. Разрешаю в такой меланхоличный ми-мемоль. У всех этих аккордов есть своя энергетика. И, конечно же, я ее развиваю, эту энергетику, зная, как один аккорд контактируется с другим. Какие у них связи, как у тока напряжения между одним и вторым аккордом. Насколько оно сильное. Как эта история развивается во времени. Немножко расслабления. удивление и сказки. Ну, все еще хорошо. Но нет. Только что мы были в ре-мажоре, сейчас опа, и уже в фа-мажоре. вопрос, вопрос. Вот, в принципе, такое же движение я здесь слышу и вижу такое, когда ты киваешь головой и немножко задумываешься после вопросительных доминанс-септаккордов. Все, что я сейчас так долго пытаюсь объяснить, сводится к одному. есть интонация мелодии. Есть энергетическая связь между одной гармонией и второй. Между одной нотой и следующей. И все это в комплексе, такая взаимосвязь этих наэлектризованных частиц дает тебе эмоции, и ты рефлексируешь на них. И это очень важно. Эмоции, ощущения от того, что ты слышишь. Можно идти от разного, когда ты сочиняешь музыку. Сначала может придуматься мелодия, а потом гармония к этой мелодии. Может быть, наоборот. Вы такие «Вау!» классная последовательность. Играйте, играйте, и вам приходит на ум та самая мелодия. Как по-другому можно записать и сыграть первую «А»? Предположим, я не хочу этого прямолинейного тоника субнанта, доминанта тоника. На помощь к нам приходит обращение. У нас есть трезвучие, у нас есть секст-аккорд и кварт-секс-аккорд. Недолго думая, вы можете сыграть здесь секст-аккорд, не трезвучие, а чтобы в басу было фа. секст-аккорд смотрите, Почему бы нет? Предположим, все сыграть на басуля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сначала я сейчас играл только на выдержанном басуля, и мне очень захотелось света. Поэтому вы можете начать эту мелодию играть вообще с мажора. И на самом деле все равно, что в мелодии фаби-кар. И я уже говорил об этой фразе, но еще раз повторю и заострю на ней внимание. Порой не важно, что вы играете, а важно, как вы играете. И это то самое чувство, когда в мелодии у вас... Вы слышите? О, ну, Ре минор. Но почему бы не сыграть Ре мажор на басу Ля? Ля, Ре, Фа, Лес. Мажор, минор. Такое мерцание. Краски переливаются. Маленькая рябь на озере. И солнечные блики. Разноцветное стекло. Так вот, никто вам не запрещает играть мажор, когда у вас минор. Почему бы нет? Мне кажется, очень красивая гармония. КОНЕР И любой выход из этого накапливающегося гармонического потока, он копится. Потому что бас один, фундамент один, и вы меняете гармонию, меняете сердцевину, мелодия меняется, но фундамент, то на чем вы стоите, это одна нота. И после нее, что бы вы ни сыграли на другом басу, это будет звучать как новый глоток воздуха. Окей, предположим, мы начинаем с мажора. Можем ли мы начать с ф диеза? Конечно, да. Почему бы на мелодии ре, до, е, с, ми не сыграть ля минор? Правил нет. Ну и что, что она вот такая вот острая? Главное, не что вы играете, а как. Все, магия. Я сыграл это по-другому с другим отношением, и это все звучало как волшебство. Главное, не что вы играете, а как вы играете. вот сейчас еще 15 вариантов набросал чего можно куда пойти но тем не менее первое о чем вы конечно же можете подумать когда вот у вас уже есть цифровка мелодия почему бы не играть не трезвучие а секс-аккорд или кварт секс-аккорд у обращений есть тоже свое предназначение своя энергетика звучит устойчиво это менее устойчиво еще менее устойчиво и конечно же цепочка секс-аккордов или кварт секс-аккордов их подчередная такая смена вызывает неуверенность развитие все это способствует вашей историю и и продолжению это интересно звучит и по-новому или и и и и Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Давайте послушаем, как это звучит. И контрабасисту будет нескучно играть, и сама музыка будет двигаться за счёт того, что фундамента на первую долю нет, а он есть на вторую. И получается такой... Когда вы играете на каждую долю методом экспериментов, мы выявили, что слушаться это довольно однообразно. Поэтому не стоит этим приёмом пользоваться каждый такт. Ок. Когда же? А что если в шахматном порядке? Сейчас я понял, что в первом такте лучше и медь в первую долю. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Соответственно, и гармонии можно играть, как я сейчас басом делал, не каждую первую долю, а на вторую. Раз, и вот здесь вот соль мино по-другому звучал. Такая вот у нас получилась гармоническая синкопа на вторую долю. Ок. Мелодия может быть не только у сопрано, но и у барса. Давайте кратко суммируем, что мы сегодня прошли. Сочинять можно по-разному. Руководствоваться можно мелодией, которую вы придумали, гармонией, фактурой и вообще любым материалом. Но весь этот материал должен вызывать у вас какие-то эмоции, ощущения, вы должны что-то фантазировать, представлять. Образность и мышление и фантазия очень честно связаны. И, конечно же, они связаны с теорией, с гармонией, с вашим опытом. То, из чего создаете вашу историю. Та самая глина. И так можно идти наоборот от ощущений и эмоций. Первичные эмоции. И вы хотите вашу историю вылить в звуках, что-то придумать. И тогда вы руководствуетесь уже теорией гармонии и так далее. Джаз – это ансамбль, это квартет. И если вы будете мыслить не только как пианист, но еще и как контрабасист, как ударник, как певица или даже целый оркестр, это даст вам еще больше инструментов для ваших композиций. Плавное движение баса, скачкообразное движение баса, всевозможные синкопы, которые может сделать ваш ударник в ваших фантазиях. Все это еще больше красок, больше инструментов, чтобы разнообразить вашу композицию. Фактура. То, как вы излагаете музыкальный материал, очень важно. Экспериментируйте с ней. И, конечно же, аккордовые обращения тоже очень важны. И это простой инструмент для раскраски, для разнообразия, для аранжировки, для перегармонизации и так далее. Порой не важно, что вы играете, а важно, как вы играете. Важно отношение к звуку, отношение вообще к 3D-фактуре. Важно. 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 Или жестко. Все это по-разному будет звучать. Я, конечно, не знаю, кому будет интересен столь длинный формат И как я долго рассуждаю, и о чем я думаю Но надеюсь, что кому-то будет полезен В любом случае, ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал И скачивайте все учебники, ноты в Chagodive Music Channel Там все самое интересное До новых встреч